МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир. Продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Сегодня днём в квартире дома на улице Фучика обнаружили трупы двух человек, пожилой женщины и её сына. Обстоятельства гибели людей выясняют следователи. Соседи рассказали, что пожилая женщина с сыном проживали в квартире вдвоём. Семья была тихой и ничем особенным не выделялась. Восемь хорошие. Тамара, глава, моя единственная соседка, которой общались. Она сейчас страшна меня на 1-го года. А сколько ей летела? Она с 36-го года. На следовательстве было бы 80. Погибших в квартире обнаружили родственники и сразу вызвали полицию. Следов насилия на теле пожилой женщины судмедэксперты не нашли. А вот мужчина, судя по всему, покончил с собой. Его труп лежал в ванной. 6-7 дней назад звонила, а сын дверь не открывал. Знам мой голос. Я его родомарила. И она на мне спит. При каких обстоятельствах погибли люди, предстоит выяснить следствию. По версии экспертов, тела пролежали в квартире двое суток. Убийство 22-летней давности раскрыли в Казани. 4 апреля 1993 года в квартире дома по улице Вишневского был обнаружен труп мужчины с двумя огнестрельными ранениями в голову. Убитым оказался 35-летний хозяин квартиры. Его супруги на момент преступления дома не было. Установить мотивы расправа, а также заказчика и исполнителя удалось лишь спустя два десятилетия. Подробности этого преступления в репортаже Марии Молочниковой. Больше 20 лет убийство простого 35-летнего рабочего в собственной квартире в центре города считалось нераскрытым. Вдову допрашивали ни раз и ни два. У самой 33-летней женщины было алиби. Кто мог пойти на убийство ее любимого мужчины, она и понятия не имела. Уверяла, врагов у мужа не было. Как выяснилось, через два десятка лет один лютый враг все-таки был. Дрожайшая супруга. Жительница города Казани в разговоре с своим знакомым, преступным авторитетом группировки Калуга, сообщила ему, что у нее сложились неприязненные отношения с своим супругом, который в состоянии алкогольного опьянения часто избивал ее. При этом женщина выразила желание расправиться с супругом. Как выяснилось позже, в 1993 году авторитет одной из казанских группировок предложил задержанному так называемый заказ на убийство, на что мужчина сразу согласился. Жизнь супруга женщина оценила в 30 тысяч рублей и бутылку коньяка. По тем временам щедрое вознаграждение. Револьвер системы «Наган» 1895 года выпуска. Орудие убийства киллеру выделили специально из арсенала группировки Калуга. В назначенный час женщина, готовясь стать безутешной вдовой, вышла из квартиры и повязала на дверную ручку носовой платок. Это был условный знак. Для киллера он означал «Мужчина в доме один, дверь открыта, путь свободен». В настоящее время киллер и заказчицы преступления полностью признали свою причастность к убийству. При этом непосредственно исполнитель заключил досудебное соглашение с его следствием. В настоящее время оба уголовных дела направлены в суд. Судьбу исполнителя и заказчицы преступления теперь решит суд. В ближайшее время станет известно, попадут ли они за решетку, или дело будет закрыто за истечением срока давности. В железных тисках оказался автомобиль ВАЗ-2104. «Жигули» зажало между двумя грузовиками на перекрестке улиц Магистральная и Тихорецкая. Водителя и пассажиров легковушки из салона покорежной машины извлекали спасатели МЧС. Увидев, во что превратились «Жигули», очевидцы предположили самое худшее. Однако все люди, сидевшие в легковушке, были живы. Пассажиров увезли на скорой помощи в больницу. Водитель остался на месте. «Водитель нормальный, да, ходит водитель. Двоих увезли, троем были». Оказалось, ВАЗ-2104 выезжался в второстепенной улице Магистральной. Грузовик «Вольво» двигался по главной улице Тихорецкой. «Жигули» выехали буквально из-под колеса многотонника. И протащив легковушку несколько метров, все вместе они врезались в другой припаркованной у дороги грузовик. «Я, чтобы уйти от столкновения, взял правее, но он тоже сюда. Я по тормозам, меня занесло, и вот результат». Оказавшись между двумя грузовиками, легковушка превратилась в груду искореженного металла. То, что водитель и пассажиры остались живы, в этой страшной аварии медики назвали настоящим чудом. Глядя на то, что осталось от автомобиля, трудно с ними не согласиться. Страшная авария произошла в набережных Челнах. На объездной дороге в стоящий КамАЗ на полном ходу въехал автоледи на иномарке. По словам очевидцев, роковую роль сыграли не только невнимательность женщины-водителя и большая скорость, но и солнце. Водитель КамАЗа находился в шоковом состоянии. Он первым пришел на помощь пострадавшей и вызвал скорую. Однако спасти молодую женщину шансов не было, говорят врачи. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи. По словам водителя КамАЗа, в левой полосе он находился, потому что грузовик сломался. Он включил аварийку и ждал, когда его отбуксируют. Я аварийку вставил, знак вставил, и эта машина врезала со мной. Все. Спустя несколько минут ожидания водитель большегруза почувствовал сильный удар сзади. В него въехала Кия, за рулем которой находилась 32-летняя женщина. Переднюю часть машины буквально расплющила от удара. На спидометре и на марке стрелка застыла на цифре 90. Водитель автомобиля Киэси, женщина 1982 года рождения, превысил скорость, обеспечивающую безопасность движения, что видно на спидометре, который остановился на отметке 90 км в час. И совершил столкновение на стоящий автомобиль КамАЗ. Очевидцы предположили, что автоледи не заметила стоящий грузовик из-за слепящего солнца. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Трагедия на производстве. В поселке Кукмар на валяльно-войлочном комбинате погиб 52-летний рабочий. Все произошло в момент проведения ремонтных работ. Мужчины вместе с напарником приступили к устранению неполадок оборудования. Вошли в лабаз по расчесыванию шерсти, чтобы заменить решетку. Однако мужчины забыли вывесить предупреждение о проведении ремонтных работ. Вот. Пришедшая на смену сотрудница комбината, ничего не подозревая, включила агрегат. Один из рабочих успел отскочить в сторону, второго затянула в смертельную ловушку. В результате один из работников предприятия, помощник мастера, получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшие смерть человека». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Большой новый двухэтажный сруб загорелся сегодня ночью в поселке Вознесение. К приезду спасателей постройка полыхала по всей площади. Был же вот здесь стоял только что Василий Иванович. Я уже думаю, скорый, ему не вызвали, что-то он сильно ахал-ахал. Хозяина дома соседи вызвали сразу после звонка в пожарную часть. Увидев полыхающий сруб, мужчине стало плохо сердцем, ведь он только этой зимой закончил строительство. Вложил в дом все силы и последние средства. Остались незначительные недоделки, но уже весной сын собирался отмечать новоселье. Я встал, где-то половина перуная, сидел, чай пил. И смотрю, думаю, салют, что ли, делаю это-то. Пускай вышел, посмотрел, тут горит уже. А к этому времени уже хозяин дома у меня звонит, что там? Я говорю, вот такое-то дело. Смотрю, уже пожарные подъехали, стоят. Как уехали строители, хозяева приезжали в дом нечасто, всего раз в неделю. Проведать, все ли в порядке. В последний раз владельцы вообще были дней 10 назад, поэтому не знают, что могло произойти в эту ночь. Я у него спрашивал, говорю, отопление включал, что ли? Я, говорит, нет. Сын, говорит, бывает, не знаю. Отопление в двухэтажном срубе было электрическим. Не исключено, что именно из-за короткого замыкания произошел пожар. В свое время хозяева задумывались о том, чтобы застраховать новостройку, но так и не успели. Бревенчатый дом сгорел полностью. Снегопад стал причиной аварии на улице Сахарова. Там столкнулись две «Лады». Водитель на «Приоре» слишком понадеялся на шипованную резину своего автомобиля. Но он на заснеженной проезжей части вовремя затормозить не смог. Когда поток машин начал снижать скорость, молодой человек на всем ходу влетел в автомобиль, ехавший впереди. Отрицать свою вину водитель на «Приоре» не стал. Автолюбители самостоятельно зарисовали схему ДТП и отправились в ГАИ оформлять протоколы. Автобус 47 маршрута попал в аварию на улице Татарстан. Рейсовый многотонник протаранил автомобиль «Фиат». Виноват в произошедшем шофер автобуса. Водитель не учел плохие дорожные условия и не выбрал безопасную дистанцию между машинами. При подъезде к светофору мужчина нажал на педаль тормоза, но маршрутку юзом протащило еще какое-то расстояние, после чего она влетела в легковушку. Последнюю от сильного удара откинуло вперед на несколько метров. В салоне автобуса находились пассажиры. К счастью, никто из людей не пострадал. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого доброго. А эфир продолжит тема. И Алексей Кулешов. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Сегодня обсуждаем ограбление в Зеленодольске. Напомним, там у банка украли 60 миллионов. Подозреваемые задержаны. И у нас в студии человек, который знаком с ними. Прямо сейчас.